Всем привет! Ну что, дорогие друзья, свершилось! Свершилось вот в этом месте, должна заиграть какая-то торжественная музыка или фанфары. Что свершилось? А вчера в Государственную Думу внесли, наконец, долгожданный закон о проекте о хождении в интернет по паспорту. Это не может не радовать. Ну и всерьез, ну понятно, для чего это делается. Для того, чтобы дети наши по интернетам не шастали. Потому что там страшно. Там, как в Африке, акулы, гориллы и большие злые крокодилы. Но только тут еще злее крокодилы, такие как я. Такие как Навальный, хотя меня, да, детей мало смотрят. Такие как Навальный, не дай бог, к плохому чему-нибудь научат. Все правильно, я понимаю, авторов закона проекта. Наверное, лучше будет, если наши дети, приходя из школы домой, будут смотреть телевизор. Разного рода скандали тишо, потому что где, как ни по телевизору, не из телевизора. Они еще узнают, что в Украине живут конченые суки. Не только в Украине, но и в Соединенных Штатах Америки. Где, как ни в телевизоре. Они увидят замечательного Артура Шейнина, который прямо в эфире пинает, избивает. Издевается над актером, который изображает американского журналиста. Где, как ни в телевизоре они могут услышать выступление Рамзана Кадырова, который поведает им о том, что за неправильные комментарии нужно убивать, сажать и так далее. Можно еще радио включать, Вести ФМ. И оттуда наши замечательные дети могут узнать от Соловьева, например, о том, что они дети коррупционеров. На том простом основании, что у них есть смартфоны. Они хорошо одеты. Я все вместе с родителями, они 2% дерьма. Поэтому согласен. В интернете делать нечего, пусть лучше телек смотрят. Ну, а теперь совсем серьезно. Понятно, что все это делается не для того, чтобы обезопасить каких-то детей от страшного интернета, от страшного Навального. Просто подавляющее большинство этих авторов таких вот законопроектов. У них одна единственная задача стоит. Они законченные бездельники. И вот для того, чтобы хоть как-то себе безделье оправдать, они пытаются повыше выпрыгнуть из штанов. И поглубже лизнуть кому-то, кто наверху. К сожалению, это стало нормой для нашей страны. Хорошего дня!